А знаете ли вы, что 70% минчан держат дома домашних животных? Как правило, это коты или собаки. Что говорить, в сложившейся ситуации многие хозяева четвероногих наверняка беспокойны, кто позаботится о питомце, если вдруг придется лечь в больницу на карантин. Просить маму, бабушку, соседей, друзей не всегда удобно. Ведь порой приемные животные доставляют немало хлопот их временным хозяевам. Что делать с любимцем, с кем его оставить и где? Конечно, особенно переживают пожилые люди. Так вот, волноваться не стоит. На помощь поспешили пэтситеры одной из столичных компаний. Мы на самом деле подумали с нашей командой, что в связи с нынешней ситуацией нужна помощь. Нужна помощь в первую очередь людям, которые на самом деле могут пострадать больше всего. Это взрослое поколение. Пенсионеры, кому-то 65+. И мы решили, что будет честно с нашей стороны сейчас безвозмездно оказывать им помощь. И поэтому мы решили бесплатно, если, допустим, это карантин 14 дней, как мы знаем, то мы бесплатно берем 14 дней собачек и кошечек. Причем, говорит Евгения, бесплатная опытная зоуняня найдется не только для собак и кошек. К нам сейчас очень много заявок поступает от волонтеров, которые готовы предложить свою помощь в качестве передержки как раз более экзотических животных. То есть это попугаи, какие-то морские свинки. Домашняя передержка без стресса действительно надежный и комфортный вариант. Любимец останется доволен. Как пример Томми, которого пэтситер Виктория приняла как собственного члена семьи. Это Томми. Мы его взяли на передержку, так как было необходимо. Он ведет себя довольно хорошо, как в первые дни, как и любая собака в чужом доме. Он был, немного поскуливал, постоянно не находил места, но по течению пары дней собака уже довольно хорошо привыкает и ведет себя уже хорошо. Кстати, Виктория заботится не только о Томми, но и о душевном покое его хозяйки, и оказавшейся в непростой ситуации. Мы постоянно с ней на связи, постоянно фотографии, высылаем скриншоты, геолокации того, как мы гуляем где-то. Фотографии, видео, то есть как и обычно. Как любой хозяин очень сильно беспокоится о своей собаке, особенно в такие ситуации. Итак, для того, чтобы передать четвероногого друга волонтера, нужно просто зарегистрироваться на сайте компании, указать личные данные в анкете о питомце, позвонить и проинформировать, на какое время нужно оставить животное. Заявки принимаются круглосуточно. И еще, чтобы люди старше 65 лет оставались дома, добровольцы готовы бесплатно выгуливать собак в любое время и в любую погоду. Кстати, присоединиться к доброму делу может любой желающий. Тем, кто готов временно поселить у себя животных, также нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав значок «Хочу работать» и услугу «Передержка». Берегите себя и своих любимцев.